Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и рада вас приветствовать. И делаю маленькие прогнозы по поводу какой рисунок года дракона прописывается для того или другого года рождения. Сегодня в этом видео будем рассматривать судьбу предполагаемых кроликов в год дракона. И я думаю, что вам информация, которая будет подана кратенько, будет достаточно интересная. Но прежде чем я перейду к теме разговора, посмотрите пожалуйста под реквизиты видео, которые находятся под каждым видео. Там есть гадание МО, Оракул, который я создала для вас, чтобы вы могли ориентироваться в событиях, которые происходят с вами. Если не открывается, используйте VPN, поскольку регистрация украинская у сайта. Там же ссылка на сонник, если вам необходим, он тоже в алфавитном порядке очень удобно сделан. Реквизиты под видео для поддержки канала. Не все на мою фамилию, не переживайте пожалуйста. Все рабочее и добрые люди собирают для меня то, что вы мне спонсируете. И это вам за это величайшая благодарность. Как вы заметили, у меня изменилась речь, мне удалось сделать последнюю операцию, но жить определенно стало уже не за что. Дома вынесено все до последней нитки. Нынче не дешево себя приводить в порядок. Поэтому если есть возможность поддержать канал, буду несказанно благодарна. А всем, кто это делает, величайший поискный поклон вам за все, потому что вы меня действительно спасаете от многих проблем. Ну а теперь непосредственно к судьбе кроликов Год Дракона. Какой предполагается год? Год умеренно прибыльный. Скажем так. Казалось бы, почему я говорю именно подобным образом? Он будет не голодный, это безусловно. Надеюсь, вы это уже поняли. Вот только физически он будет измождающий. Работы, всевозможность суеты, бесконечное прикладывание себя к тем или иным дыркам, которые возникают на ровном месте и непонятно почему. Это будет ваша судьба на целый год. Поэтому можно сказать, он вас выморит как следует, но и без бонусов не оставит. Поэтому легкой жизни не обещаю, но и голодать не будете. Но если вы думаете, что волнение и треволнение коснутся вас только на работе, где вы и так привыкли, собственно говоря, вертеться, как белка в колесе, то боюсь, что этим он у вас не ограничится. Домашние проблемы тоже поднавалятся. Кого-то неожиданно судьба определит судебные тяжбы, кому-то нужно будет строиться, кто-то затеет ремонт. И в общем-то только потому, что ничего не планировал, но обстоятельства так складываются, что вынужден. Не дай бог, кто-то кого-то затопит и больше в таком жить не будете. То есть неожиданности и случайности могут ворваться в вашу судьбу без ваших даже предварительных планов. А насчет планов всем говорю и вам повторю в том числе. Год дракона исключительно суетлив. И вы уже поняли, что и у вас эта жизнь будет такая полна всевозможных неожиданностей, приятных и не очень, которые могут ворваться в вашу жизнь. Так можно потерять все жизнь жизни, отстраниться от тех событий и важных дел, которые вам необходимо было переделать. Поэтому, когда наступает Год дракона, всегда в него вступают с хорошо сформированными планами. Конечно, неожиданности вы предусмотреть сейчас не можете. Я с вами абсолютно солидарна. Но у вас есть текущие пожелания к этой жизни и планы по реализации этих вещей, которые вы считаете для себя важны. В вашем ежедневнике должны появиться. И хочу в этом году, например, сделать плановый ремонт. Помещения, в которых вы собираетесь его сделать. Что вы собираетесь сделать. Предположительная смета и рекомендации себе, когда к этому приступить. И так по любому вопросу, который вы считаете для себя животребещущими. Если такой план будет существовать, вы не потеряетесь в круговерте событий, которые ждут вас в Год дракона. Если плана не будет, будете скакать, как кузнечик. Но так ничего, собственно говоря, и не выскочите в результате. С планом разобрались. Это единственный способ избавить себя от хаоса и суеты. И бесконечное бегание. Более того, у вас очень сильно будет взвинчена нервная система. Бесконечное волнение, переживание за счет того, что у вас там где-то что-то не ладится, будет сопутствующими товарами. Это тоже надо будет, кстати, купировать. Потому что если рассматривать проблему под влиянием эмоций, толку из этого никакого не будет. У вас будет завихрение. Знаете, у страха глаза велики. Пока вы находитесь в эмоциональном срыве, никакие здравые мысли вас просто не навестят. Это не по возможностям организма. Выбрасывается в кровь гормоны, которые не дают сосредоточиться. Поэтому с волнением боремся всеми возможными средствами. Кто-то освоит медитацию, кому-то потребуются препараты успокоительного свойства. Там всякие персены или балерианка. Но этого не стесняйтесь, дорогие мои друзья. Потому что волноваться в этом году вам предстоит немало. Надо, чтобы на все здоровье хватило. И еще раз напомню, что в финансовом смысле у вас год все-таки обижать не планируют. Если правильно будете держаться берега и идти по строго заведенному плану, ваши доходы превысят расходы. И от этого появится некоторое доброжелательное ваше отношение к жизни, с ней некоторая расслабленность, желание кому-то помочь, ничем себе не отказывайте. Без людей в этом году вам выбраться из ситуации будет очень сложно. И в принципе для людей как таковых вы будете очень привлекательны. И в любовном смысле, и в деловом обрести у важных партнеров в году дракона проще, чем в какой-либо другой год. Поэтому, если вам нужно обновить штаты ваших рабочих, вы хотите обрести новых поставщиков или даже найти спонсоров, в этом году дерзайте, потому что все шансы привлечь очень важных и нужных людей в свою жизнь у вас предостаточное количество. Кратко ваш рисунок прозвучал. Ну и было бы странно, если бы я этим ограничивалась. Кое-какие детали у меня еще для вас приготовлены. Вы себя почувствуете в некотором смысле в энергетическом подъеме. И это неплохо. Но с другой стороны, помните, что вы попадаете в завихрение года дракона, который является яйнским животным. Поэтому с этим годом всегда приходит масса всевозможных энергетических подъемов. С этим понятно. Вы не будете чувствовать себя обессиленными, что тоже неплохо. И будете бороться с суетой, в которую часто превращается излишняя энергия. И это уже тоже мы не раз, собственно говоря, обсуждали. Часто переживать высокосный год. Ничего страшного, дорогие мои друзья. Вот перед вами сидит человек, который родился в высокосный год, который замуж вышел в высокосный год, ребенка родил в высокосный год. У меня вообще все даты, даже замужество, приходится, так сказать, на высокосный год, хотя я этого не планировала никаким образом. Потому что высокосники, так или иначе, все главные ведущие позиции своей по жизни, как правило, имеют возможность реализовать высокосный год. Ничего со мной худого не произошло. Я ничем не отличаюсь от тех, кто родился в невысокосный год. И это наше вечное предвзятое. Вот он нам принесет. Но мне, кроме счастья, это ничего не принесло. Поэтому в данном случае я вас сразу как бы успокаиваю. Не надо этому придавать повышенное какое-то значение. Конечно, будет у нас еще время, я вам расскажу про высокосный год отдельно, хотя уже часть видео в этом смысле выходила. И было бы странно, если бы они не выходили, потому что сейчас уже на канале более 2000 видео. И при моем рвении я еще успею немало их создать. Если Господь будет милостивый, война не унесет в мою жизнь. Но я вам точно могу сказать, что в любом случае уже достаточно материалов. Некоторые, кто первый раз попадает на канал, вот уж вторую неделю сидят, не могут остановиться. И все время какой-то интересный для себя момент находят в моих видео. А я от этого только счастлива. Поэтому высокосный год вам ничем не грозит. Надеюсь, вы меня услышали. А то, что наверняка будут вопросы. Энергия, которую подарит дракон, будет вас пушить. И в рабочих процессах вам захочется развиваться, инвестировать и прочее. Все это вам показано, дорогие мои друзья. Только, как все год дракона, который очень поспешен и любит получать все сразу, вы не должны случайно попасть под его завихрение. Все сразу не бывает ни у кого. И умение терпеть, ждать и догонять, это сложно. Но надо, дорогие мои друзья, в этом плане научиться. Если ваше действие, любое, по тому же инвестированию, оправдано, вы точно уверены, что это не последние деньги из дома. И точно уверены, что вы вкладываетесь, вы собрали дополнительную информацию, что это, очевидно, живой проект, а не какая-то лабуда. Тогда, милости прошу, вкладывайтесь. Если так, только потому, что сильно хочется, аж жжет, аж печет и деньги никуда девать, можете просто их отнести и отдать на благотворительность. Пожалуй, тогда из них будет больше толку. Иными словами, вы поняли, о чем я вам говорю. Я говорю, непродуманность в год дракона наказуема сразу, не отходя от кассы, и, как правило, именно финансовой части. А еще кибучая энергия дракона несет перемены. Вообще могу сказать, что дракон здесь наславился на Иру Водолея, которая нас будет новизной закидывать так, что аж только будем трещать. От нашей спокойной жизни, к которой мы привыкли, мы под спокойной эпохой рыб учились, женились, растили детей. У нас все было запланировано, и мы могли заглядывать в будущее на 10 лет и не ждать никаких перемен. Эпоха Водолея подбрасывает перемены на ровном месте и в час по 4 килограмма. Поэтому здесь вам придется тоже сталкиваться постоянно с новеллами, которые, быть может, вас не порадуют. Но, с одной стороны, вас может распушить к какому-то творческому процессу, который вы раньше вообще не имели в виду. И я считаю это здорово. Вы захотите получить вторую профессию или обрести какие-то знания, которых у вас не было. Это тоже великолепно. Дракон испытывает некоторую даже слабость к людям, которые постоянно саморазвиваются или пытаются обучаться и проявляют в этом усердие. В этих вопросах дракон всегда помогает, как и в творческих начинаниях. Он просто ненавидит торопык, потому что они ему всегда напоминают его самого. И себе он эти ошибки прощает, а вас за это будет наказывать. Вот в этом смысле, конечно, позориться не нужно. И торопливо здесь, как правило, всегда заканчивается банкротством. Это любимое занятие дракона – осаживать тех, кто дороги не видит и постоянно почему-то вылазит вперед. Вылезти вперед осознанно, с хорошо подготовленным планом – это одобряется. А просто скакать вперед, потому что у тебя конь горячий или головы нет, это наказуемо. Буду повторять периодически, чтобы вы случайно не поддались с этой кипучей энергетической суете, которая может вас, как смерч, закрутить в своем водовороте. А выбраться из этого бывает исключительно сложно. Здесь вам помощь – только хорошо спланированная жизнь, записанная на бумаге. А что касается новаторства, от которого нам не избежать, в вашей жизни это может проявиться совершенно неординарно и даже испугать вас. Неожиданная смена работы, схлопывание вашего предприятия, перемена места жительства. Вам даже и в начале года не снилось, что это может получиться. Это те новаторства, которые выводят вас на новый уровень. Только за все это вы заплатите. Массой переживаний, сомнений, нервозностью, отчаянием быть может, когда это у вас на голову свалится. Но то, что это возможно, я вас предупредила. Считать все, что вокруг вас незыблемым, это слишком опрометчиво. Случайности, о которых мы говорили, которые вас будут беспокоить, могут выразиться быстро, переломно. И все ведь эти случайности не обязательно плохие. Если потеря работы, это не значит, что вы... Есть же потери спланированные, когда вы с одной работой переходите на другую, более оплачиваемую и прочее. И это тоже новаторство. Но, к сожалению, и потеря работы может быть случайным образом. Когда выяснится, что ваше предприятие практически банкрот, и вы вынуждены будете искать новое место работы. Или с начальством вдруг вы перестали срабатываться. Как именно у вас отыграется, и какие новаторства того или иного толка отыграется в вашей жизни, мне сложно сказать. Но то, что зигзаги и совершенно новые истории в вашей жизни возможны в этом году, на всякий случай приготовьтесь. Потому что слишком он может разъярошить вашу жизнь, сделать ее непохожей на предшествующую. Могу вам сказать, дорогие мои друзья, что осень для вас будет очень показательной. Именно осень года дракона. Скорее всего, к осени вы уже увидите результаты всей своей кипучей деятельности, которую вы организовали. Ваши новые начатые проекты обретут какие-то весомые формы. Это время сбора урожая, реализации всех важных дел, которые вы, собственно говоря, наметили. Но не значит, что до осени вы ничего делать не будете, и у вас все будет кислое с коронным. Нет, конечно. Но, как все, в год дракона гладко не будет. Не будет так, знаете, как с первого дня началось, и ниточкой спокойненько, ровненько, и вы так не спеша, вальяжным шагом идете целый год, не устали, не напряглись, ничего не увидели, и так оно, время прошло. Зигзаги, то бишь, то прорывы, которые принесут и финансовые дивиденды, то как бы время стагнации, то бишь, просто ровного течения, рутинного, либо небольшие провалы. Поэтому, имея зигзагообразность в развитии своей жизни, все можно пережить. Это уж поверьте мне. Вопрос только в том, с каким багажом. Год дракона всегда напоминает. То пусто, то густо. Поэтому подушка безопасности. Возможно, вы к ней не прикоснетесь. И в конце года эта подушка безопасности станет для вас планстармом, благодаря которому вы забравите деньги, что-то себе позволите достаточно крупное. Ведь вы, начав ее собирать в начале года, будете ее постоянно пополнять. Правильно? Поедете куда-то отдохнуть, или купите себе дорогостоящую вещь какую. Ну, сколько она собираете, то и потратите. Но до конца года она должна все время пополняться. В случае болезней, каких-то негораздного прочего, она вас будет выручать. И выручит все непременно и обязательно. Хуже тому, у кого ничего нет за душой, он побежит за кредитами. Год дракона кредитов не любит. Дракона унижает заемные деньги. И, конечно, без них иной раз и невозможно, и нас сознательно подсаживать на кредиты. Нам дают что-то в долг, для того, чтобы мы потом корячились и это все отдавали с процентами. И многим это удобно. А где еще деньги брать, если нет? Попробуйте сначала обратиться к своим близким, родственникам, возможно, деловым людям, которые готовы поучаствовать в вашем бизнесе, деле и так далее. Ну и уже в крайнем случае тогда кредитная история. И помните, что обрастать долгами или не вовремя отдавать проценты, выплаты делать год дракона, это просто петля будет усугубляться и в конце концов вас полностью раздавит. Как уж вы будете жить, умничать, оно, конечно, легко, когда сам потратился до ноля и в результате есть ни за что, так не то в кредиты влезешь, а уже просто на папере и встанешь протянутой рукой. Ну, это я про себя. У нас же просто на Украине все меньше и меньше способов выжить так складывается обстоятельства и только усугубляется. Но бодрость духа не теряем, работаем, стараюсь для вас, потому что в данном случае считаю, что если все время говорить, халва во рту сладко не станет, сколько на работу, столько и семь, правильно? А работать надо. Вот и вам, дорогие мои друзья, как бы вас жизнь не колбасила, помните, пожалуйста, как бы ни было трудно, руку с пульса своей работы убирать нельзя. Как только ваша деятельность в год дракона будет отпущена на самотек, ну, я потом вернусь, я сейчас хочу отдохнуть, боюсь, что потом вам очень сложно будет уложить те вопросы, которые вы пропустили, потому что скорость жизни будет огромная и события будут идти семимильными шагами. То, что вы забыли две недели назад, уже обросло деталями, превратилось в снежный ком, и то, что можно было решить за копейку, уже будете решать за миллион. Поэтому, как бы ни было тяжело, устали, не устали, вы всегда должны знать, что у вас, где, где стыковки, где не стыковки, и каким образом вы действуете. Но в любом случае, финансовая история ваша, хоть и зигзагообразна, но она все-таки ободряющая. Кому надо, тот себе что-то купит, кому надо, тот что-то продаст из того, что следует продать и так далее. В принципе, дракон-кролика собирается все-таки несколько поддержать финансово, не без ваших усилий. Бонусов не ждите, и быстрые деньги, бога ради, не власти. Дракон очень любит блестящие проекты фальшивого содержания, он не очень избирается в этих вопросах. Но мы же не можем быть головотяпами. Желание будет, смысла нету, потому что это очередное банкротство и мошенническая схема. Поэтому просто запретите себе участвовать в таких проектах и будете в шоколаде. Что заработали, то и съедите. А мечтать о больших дивидендах получается сразу, помните, это ловушка от дракона, в нее очень удобно сесть, она просто родная. И для года, который заходит, и вам она придется в пору. Но результат будет очень печальный. Поэтому делайте себе пометки, размышляйте. В принципе, вы все равно остаетесь в праве распоряжаться своей судьбой. Но мне бы хотелось, чтобы это было хотя бы полезное занятие. В любом случае, дорогие мои друзья, уж не знаю, какой для вас прошел ваш персональный год, впрочем, он еще идет. Но год дракона обещает лучше, чем было даже в этом году у вас с деньгами. Поэтому это ободряющая весть. И мне бы хотелось, чтобы лучше из моих прогнозов все-таки сбывалось, а не худше, безусловно. Единственное, в чем у нас ситуация. Тот, кто желает, кто будет крепко работать, может вырасти по карьерной лестнице и прочее. Я надеюсь, что у вас это все сложится, сбудется. И от превратности судьбы в виде потери работы или каких-то перемен, которые вы не планировали, вы не отмахиваетесь. Иногда бывает то, что мы осознаем, как несчастье и горе на нашем пути. Оказывается, просто новая история в нашей жизни, которая нас выносит на новый, более благополучный уровень. Поэтому на все смотрим с точки зрения, да, можно было без этого, но спасибо, что это случилось. Вот так примерно будем рассматривать. И так многие сферы нам обещают. И вы, надеюсь, меня услышали, хотя эти достижения будут умеренного толка, чтобы мы же осознавали, что это не золотые горы, а просто некоторый, так сказать, вариант стабильности. В чем у нас могут быть пробелы? Это личное. Личное в год дракона, ну, постоянно не получается. Я вам даже могу сказать, как не получается. Всегда обостряются тонкости пары. Ну, дракон считает, что если вы тут назвались мужем и женой, вероятнее всего, вы уже залежались без проверки конкретных чувств. Ну, вы как бы уже прижились, и у вас тут слишком тихое болотце, а не взбаламутить ли это лужу эту, и не посмотреть, как они будут в этой ситуации себя вести. Каждая пара, которая создается, она живет по определенному стереотипу или шаблону. Таких шаблонов у нас 12 штук, и мы сейчас я вам в конце видео лишний раз напомню, дорогие мои друзья, что создав семейные взаимоотношения, мы либо сразу создаем их счастливыми, гладкими, не требующими притирки, либо безнадежную пару, которая как бы не лепилась, ей очень сложно соединиться, либо ту средненную, где есть и достоинства, и недостатки. Помните, рассказываться об этом будет не зря. У вашей пары есть тонкие нюансы, на которых можно подскользнуться. Поверьте мне, дракон в курсе сложностей и радости вашего союза. сложности он будет усугублять, радости он тоже будет добавлять, в зависимости от того, какое у него будет настроение. Поэтому в личном плане это достаточно сложный год. Трения могут обостриться. Как вы их пройдете, зависит от вашего усердия и от количества чувств, которые вы испытываете друг к другу. Если у вас там равнодушие, если вы уже давно живете параллельно, а боюсь, что развод может замаячить на горизонте. Впрочем, и наш благословенный кролик, мягкий, пушистый, которого никто не боится из-за его такого, можно сказать, безнадежно ранимого вида, на самом деле, как вы заметили, ну, многие пишут в комментариях, что год был измождающий. Вид не затейливый у кролика, а характер у него тяжеленький. Так вот, я вам могу сказать, что дракон в личном еще более тяжелый. Поэтому предлагаю вам еще раз посмотреть на модель вашей пары и подумать над тем, как вы ее будете спасать в год дракона. Ну, прежде всего еще могу сказать, что насчет знакомств для одиноких год дракона очень богат на события женихов. Прут пруди невесты, сами прут, но вообще в зависимости от кого, что кому нужно. И знакомств будет предостаточное количество. Но вот качество, дорогие мои друзья, это вам придется разбираться потом. И вам, даже если вы не встретили еще своего человека, не только для семейных, мы сейчас будем рассматривать шаблоны, достаточно будет просто спросить, в какой год он родился, и у вас уже будет готовая информация из этого видео, как у вас примерно будут складываться отношения. Нужен вам человек этот или не нужен. Так что подобные видео длиной в год, а мы сегодня делаем прогноз на целый год, храните на рабочем столе, чтобы периодически посматривать, особенно те, кто сильно переживает, а будет ли у него личное счастье, в год дракона. Итак, прелюдия закончилась, переходим к парам. И первое, как всегда, кролик кролик. Пара не без сложностей, но очень хороша тем, что эти двое сразу понимают друг друга. Но ведь ты же смотришь на свое зеркальное отражение, и ты прекрасно знаешь, что тебя бесит, и ты этого не должен делать. А то, отчего ты приходишь в восторг, аналогично очень нравится твоему партнеру. Поэтому у умных людей в том отношении складывается моментально, быстро и счастливо. Ну, а те, кто любит себя в союзе больше, чем своего партнера, тем для притирки времени потребуется немало. Что тут долго говорить? Кролики между собой ладят, их интересует одно и то же, единственный нюанс, который может прослеживаться, они настолько друг друга хорошо знают и понимают, что в этом союзе может не хватить динамизма, яркости, сочности, слишком быстро привыкают, а этого допускать нельзя, потому что кролики любвеобильны, если сильно одолеет скука, так можно и потерять своего партнера, который будет засматриваться на более ярких особей, которые обещают красочные впечатления и фейерверк страсти. Поэтому не заскучайте, дорогие мои друзья, а то можно проскучать все свое счастье. Если оба нормальные люди без излишних амбиций и желания таскать каштаны из огня чужими руками, без излишнего честолюбия, то эта пара совершенно безоблачная. Но если кто-то из них там слишком амбициозен и через губу пытается строить взаимоотношения со своим партнером, унижать его напоминать лишний раз, что его слово здесь главное и последнее, тогда этот идеальный союз начинает хромать на одну ногу. Этого категорически здесь допускать нельзя, потому что тогда вы возбудите своего партнера, который тоже скажет, слышишь, а что ты выпедриваешься, что тебя корежит так. Я тут тоже лыком не шит, и пойдет война, которую единожды начав, потом будет невозможно остановить. Поэтому подобных вещей в этом союзе вынтам на равных. И как только равенство закончится, начнутся дрязги. А вот если вам удастся без этого обойтись, ваш дом будет тихий, уютный, и каждый, кто в него зайдет, скажет, какое счастливое местечко, где все счастливы, и мне так хорошо. Итак, о первом союзе мы поговорили, заяц крыса. Союз мог бы быть также идеальным, но, к сожалению, будет здесь крыса. Она слишком подвижна, слишком непосредственно, слишком артистична для того, чтобы спокойному, умиротворенному кролику, который желает только уюта и тишины, и не создавать проблем, она не может так жить. Слишком для нее все умеренно, слишком для нее все постно и так далее, поэтому она потихонечку этот союз начинает расшатывать. И кажется, что в простоте кролика, и в его такой задумчивости кроется для нее какая-то подозрительная ситуация, которая, возможно, скоро ей свалится на голову. Очистен ли с ней кролик, все ли там благополучно, а не думает ли он по-другому, когда что-то ей говорит и так далее. Она все время его в чем-то начинает подозревать. Это у нее просто какая-то фобия или мания, которая не дает ей возможность нормально жить. Я бы не стала, дорогие мои крысы, делать кролика без вины виноватым и подозревать его в каких-то процессах, которые вы просто несколько с разной манерой жизни, и поэтому вам кажется кролик каким-то уж слишком чемоданом с двойным дном. Нет у него этого дна. Но если вы не остановитесь и будете его постоянно подозревать, вы материализуете те страхи, которые испытываете, глядя на него, по поводу его честности, привязанности к вам, степени любви и прочее. Если все время об этом думать и говорить, невольно запустишь те ситуации, которые уже не нужны, поэтому от добра добра не ищут. Сразу наложите хорошие взаимоотношения, вы равны друг другу по силам, и хоть вы и по-разному себя позиционируете в этой жизни, тем не менее вы друг другу соратники. Ваши внутренние противоречия и ваши предчувствия на ровном месте, которых нету, и есть детонатор, который подрывает ваш союз. Заяц просто не видит, что крыса все время сомневается и мучается от своих сомнений. Он даже не понимает, а что сомневаться, а что там вообще происходит. А крыса в этот момент занимается самоедством. И если этот союз начинает распадаться по вине крысы, то скорее всего из-за того, что кролику так и не удалось ее успокоить и объяснить, что ей ничего не угрожает и он снечистен, уверен ей и прекрасен во всех отношениях. А еще крыса считает, что заяц слишком постный, слишком вялый и слишком неуверенный в себе для того, чтобы все время двигаться вперед. Вместо этого он постоянно сомневается, не склонен к риску, которому склонна крыса. Ну, разные они, что там говорить. Поэтому этот союз периодически потрясает бурей выяснений отношений, где в основном напоминает гузит крыса, она же и насмехается над кроликом, который считает простофилией простодырой, без всяких перспектив в жизни, которому вот это вот сиденье в четырех стетках самое любимое занятие, которое только может. Но я вообще считаю, что этот союз имеет все шансы быть счастливым, если остепенится крысой, перестанет постоянно баламутить. Вы разные или не сходитесь, поскольку вы разные, а если сходитесь, то примите друг друга такими, как вы есть. эти отношения наиболее красочной и яркой форме выражаются в дружбе. Вот если дружба есть, вот это друзья, то им равных нет. А вот в любви из-за эмоциональной разности и разной взгляды на жизнь ситуация усугубляется, поэтому здесь союз, мягко говоря, получает оценку 3 в пятибалльной системе и все это по вине нашей крысы. Следующий союз кролик бык. Один из самых лучших союзов. В чем парадокс? Бык со своей стабильностью, уравновешенностью, эмоциональной сдержанностью, стабильностью необыкновенно подходит к кролику. Ему и нужен уют, тишина, покой, чтобы его не кантовали, не дергали, не устраивали ему эмоциональные вспышки, быка тоже устраивает, что заяц такой предмет сам в себе и что ему покой и уют дороже всего на свете. Поэтому они невероятно привязаны друг к другу на этой почве, потому что не создают друг другу проблемы. Разве это не причина? Влюбиться по самое не могу. И все у них гладко и замечательно до тех пор, пока кролик не начнет жить своей жизнью, которая ему присуща. Дело в том, что кролики любвеобильны, особенно в мужском исполнении. И если у него возникает ситуация рутин, скуки и так далее, он вспоминает свое признанное ремесло, кролики это не только ценный мех, но и бесконечные любовные утехи. И тогда их донжуанство начинает вылазить на поверхность. Причины этого напоминают слишком много уюта, слишком много комфорта и слишком много размеренной жизни, которую им обеспечил бык. А бык, глядя на то, что кролика всего начинает колбасить при виде предположенного пола, и он весь такой галантный эдакий кавалер, ходок на все дистанции, начинает раздражаться от того, что он начинает подозревать, что кролик может ему изменить или сделать какой-нибудь шаг, который его изрядно расстроит. На этой почве их отношения начнут потихонечку трескаться. Поэтому, дорогие мои кролики, если вам дорог этот союз, а я его назвала идеальным, ну не надо его портить походами. Если вам не хватает огня в вашем уютном гнездушке, вам достойнее и правильно поговорить с вашим партнером из года БК и обсудить эти нюансы, в семье все темы хороши и не надо там маскироваться. Если вы заскучали, если вам плохо, так и скажите, ты знаешь, я тебя очень люблю, но как-то мы в последнее время скучновато живем, давай подумаем, что мы можем в этом плане сделать. Деловой, приятный, конструктивный разговор, пересоглашающий собеседника к нормальному обсуждению этой темы. Но просто стрелять глазами, потому что вам скучно и флиртовать на пропалую, потому что вы такой галантный кавалер или кавалерша. Женщины, кролики тоже, в принципе, еще эти птицы. Вот нам выключили свет, дорогие мои друзья. Вот такая у нас украинская действительность. слава богу, дали свет. Жизнь слегка и удивительная, если выпить предварительно. Но продолжаем. Я вам могу сказать, что быка не надо дразнить и вызывать у него приступы ревности. Во-первых, бык неадекватен в порывах ярости. Обычно он до этого состояния доходит, когда начинает подозревать кролика во всех страшных грехах. Надеюсь, вы уже поняли. Помните, что бык ценит вас семьянина, да и вы в нем этого семьянина цените. На этом и базируете ваши отношения. А гольки всякого рода за них придется рассчитаться вашим благополучным союзом и вряд ли вы найдете себе потом подходящего партнера. Поэтому здесь надо каждому думать и хорошо взвешивать. Ну что вот зайцу искать? Точно так же как бык, он видит в своем доме крепость, в которой можно сидеть. Потом он же не боец по натуре. И если бык возьмет на себе образы правления для разрешения серьезных житейских проблем, то у него вообще хлопот никаких не будет, потому что бык борец, а заяц как номер два может вполне составить ему приятную свиту и прекрасного для приятных поездок, спокойной и семейной жизни. Поэтому этот союз я оцениваю как пять с минусом. И минус здесь только в адрес кролика, чтобы он прежде чем начать шалить, все-таки хорошо подумал. Цена вопроса велика. Ваша стрельба глазками может закончиться глубочайшим одиночеством и потерей очень достойного партнера. Кролик Тигр Ну дорогие мои друзья два свободных торговца коммерсанта понимающий толк жизни имеющий дух стяжательства то бишь умеют знать где деньги лежат скооперироваться так сказать зарабатывать на хлеб насущный любят оба потому что для них это хорошая затея деньги есть значит у нас открываются достойные перспективы да и невзирая на то что кролик и тигр животные совершенно с разных мест один травоядный другой хищник один маленький другой большой тем не менее внутри себя они необыкновенно схожи и не только пристрастием коммерции и умением знать где деньги лежат но и энтузиазмом ответственностью конечно ролью ведущего локомотива в любом случае здесь должен занимать тигр у нас же может быть разная конфигурация женщина может быть тигром а мужчина может быть кроликом в любом случае было бы неплохо если бы за тигром оставалось первое слово да и кролику было бы в этом плане спокойно но знаете как кролик всегда боится совершить ошибку и из боязни совершить ошибку топчется на месте так и не сделав решительного шага зато как удобно тигр взял на себя ответственность и совершил ошибку есть же повод побеседовать ошибка не моя рассуждает кролик а тигра так что можно еще даже и подтронивать на этот счет если завело не туда но как бы то ни было дорогие мои тигр более прозорливее более решительным в этом смысле хотя любой вопрос в этом союзе лучше решать на почве семейного обсуждения кролик чем хорош он боится сделать первый шаг но у него бывают очень дельные советы поэтому если тигр проработает совет кролика и сделает соответственно шаг выиграет оба поэтому семейный совет в этой паре одно из самых лучших способов в разрешении многих вопросов чем они еще похожи свободолюбие в четырех стенках эта пара сидеть не будет казалось бы кролик очень любит свой дом безусловно тигр менее привязан к дому скажем так но зато они могут совершать друг другом совместные походы куда-либо это может быть плавление на байдарках с подъем например в тех же самых палатках ну в общем что-то такое интересное или просто путешествие потом с удовольствием возвращаться домой полными впечатления и отдыхать там в полном объеме и опять отправляться в путешествие поэтому эти двое невзирая на совершенно разный вид манеру жить и взгляды на жизнь при этом при всем невероятно могут друг другом договориться единственное обратите внимание заяц конечно прозорливый и советчик неплохой но иногда его несет слишком завышенный контроль действий тигра тигру полезно прислушиваться к зайцу но если это уже идет с перебором вплоть до удушающего желания навязать свою точку зрения особенно в паре если мужчина кролик а женщина тигр тигр может выйти тогда из берегов и просто перестать слушать кролика или огрызаться на любые его потуги поговорить или посоветовать потому что это идет с перебором и это одна из причин на которые может эта пара начать скользить и так ей дают твердую четверку по пятибалльной системе можно жить если захотеть а для умных людей это вообще прекраснейший союз кролик дракон союз как и благополучный так и неблагополучный одновременно а все связано с чем если заяц он же кролик занимает главенствующую позицию в этой семье а не дракон шансы на благополучный сход весьма весьма велики если дракон начинает командовать в этой семье вероятнее всего союз будет достаточно сложным и все не из-за того что дракон у короны не идет или он не умеет властвовать дело в том что заяц дипломатичнее мудрее вот и готов на самоотречение чего совершенно не представляет себя дракон заяц может делать уступки а дракон прет буром поэтому при его таком бурном темпераменте да еще и власть ему если в руки дать семью будет достаточно серьезно лихорадить дракону следует прислушаться к нашему осмотрительному кролику дракон от тигра в этом плане не отличается он бывает скоропостижен оброметчив любит влазить всевозможные деяния аферы скоро на расправу иногда не успевает подумать здесь сдерживающий фактор кролика ему необыкновенно важен и приятен должен быть дракону трудно подстраиваться под кого-либо но если это ему полезно я считаю что в данном случае можно было бы с этим делом и смириться но как смириться с тем что тебе не дано от природы когда ты себя чувствуешь властным лидером когда ты все время вспыхиваешь находишься в состоянии запальчивости все время взвинченный подобный партнер крепко утомляет ну слишком все пафосно слишком все громко слишком все трудно неужели нельзя просто послушать прийти к общему решению и сделать так как посоветовал кролик нет внутреннее сопротивление дракона нежелание его прислушиваться к чужим словам любой проблем создает десятерную проблему вместо того чтобы действительно консенсусно поразмыслить он упорствует и упрямится и пропихивает свою точку зрения напоминаю еще раз самый счастливый союз это когда кролик верховодит дорогие драконы это в принципе адресовано сейчас было вам кролику трудно гореть все время как костер как делает это собственно дракон ему после небольших побед нужно хотя бы немного отдохнуть затаиться а дракону нужно все время пылание ну вот опять лапы сложил ничего не делаешь и так далее шум гам давай поднимайся труба зовет и так далее и тому подобное у кролика просто голова пухнет от дракона который как локомотив топчется по нему и давит его всеми колесами на первых порах конечно кролик стоически пытается выдерживать урагана который ему создает дракон постоянно выпотрашивая его теребя и заставляя его эмоционально переживать целые драмы но со временем приходит опустошение и раздражение и кролик начинает возмущаться с каждым днем градус возмущения вырастает а скандалы все больше и больше наращивают свою мощь если дракон не возьмет себя в руки и не станет спокойнее размереннее не примет точку зрения кролика и так далее ситуация закончится в конце концов тем что кролик психанет последнее слово останется за ним это будет печальное слово развод которое выбьет дракона из колеи он так бедный и не поймет так что же произошло он же так старался он же так будоражил кролика делал его смелее отчаяния в некотором смысле в дозированной позиции это так и нужно делать и вы были молодцом но если вы перегрыли кролика и ваш партнер уже в зажаренном состоянии уваренный от вас уже от вашего поведения то терпеть этого он уже не может на этом этот союз распадается и все закачивается какую оценку для нее поставить 3 с минусом из-за поведения дракона который не может себя урезонить могу поставить 4 с плюсом если дракон взялся за ум и стал спокойнее и размереннее чтобы соответствовать кролику ну а следующий заяц и змея змея и кролик удивительным образом друг друга дополняют в этой паре они превращаются в сиборитов эстетов которые ценят красивые вещи уют комфорт благополучие им обоим нужно то что они хотят за свой дом они переживают средства если появляются на обустройство дома у них уходят достаточные потому что качество их жизни для них необыкновенно важно уважение к комфортным и добротным вещам у них у обоих достаточно высоко развито самое их любимое занятие часами украшать собственный дом обустраивать его придумывать для него дополнительные украшения вот подделывать ремонты приводить его в исключительный порядок и особенно для них важно мнение общественности которые заходя в их дом просто качают головой от восторга какое-то уютное шикарное гнездышко но если уж мы говорим кто должен главенствовать в этом союзе то кролику надо смириться с тем что это будет змея змея в любом исполнении мужчина это или женщина по большому счету это законодатель мод хозяин или хозяйка салона она хочет верховодить она хочет чтобы ей не мешали вносить свою лепту и не выпупыривались впереди нее а как бы всячески ее поддерживали в этих начинаниях и работали как номер два вот ей трудно смириться если кролик все время тянет одеяло на себя какое-то время она конечно постарается с этим как бы сжиться но со временем все равно ее желание верховодить начнет брать верх и не хотелось бы чтобы эта чудесная пара растеряла свое любовь и счастье только потому что кролик все время у змеи забирает пальму первенства могу вам сказать что змея более активна невзирая на то что мы ее представляем все время медлительно ползущей куда-либо но по своему духу по своему темпераменту она гораздо ярче и сочнее кролика не в обиду ему будет сказано она является законодательницей мод не только в обустройстве дома но даже в чувствах в том числе ей нужны страстные возлияния ей нужны комплименты особенно если змея в женском исполнении она более чувственна и чувствительна даже чем сам кролик поэтому если ей дано от природы гораздо больше в этом плане то понятно что ее стремление властвовать тоже прилагается автоматически кролик ничего не теряет змея никогда не предложит то что идет в разрез или опасно для дома для окружения для уюта для комфорта или будет небезопасно для домочадцев которых она опекает поэтому угрозы никакой здесь нету для кролика стать номером два а еще чего тут сильно и кипятится дорогие мои кролики вы изрядно нерешительны змея зачастую быстрее готова совершить важный шаг она даже иногда раздражается что вы все сидите все сомневаетесь а надо это или не надо ее иногда это бесит о чем она даже заявляет иной раз вам вслух так пригрев вас незлым тихим словом так что это еще один союз где все-таки коллегиальное решение приветствуется семейные советы змее тоже нужно прислушиваться к кролику но пусть ее слово будет последнее и тогда все будут исключительно счастливы могу сказать что это один из лучших союзов как в любви так и в дружбе поэтому здесь дорогие мои друзья ничего плохого нет можно даже организовать собственное дело где генератором идей будет кролик решительное мудрое исполнение замыслов останется за змеей поэтому тут как говорится могу поставить пятерку с маленьким минусом из-за небольших трений заяц и лошадь в этом союзе как правило кролик начинает таять под чарами лошади по той простой причине что она страстна она открыта она жизнерадостна и кролик вдруг неожиданным образом начинает влюбляться по уши не важно кто здесь является лошадью то есть мужчина или женщина кролик то по сути дела кролик всегда очарован лошадью до невозможности именно за ее страстную нраву она ее особо любит а лошадь тоже неравнодушна кролику потому что считает его исключительно романтичным любвеобильным ярким сочным в общем-то невзирая на то что кролик может иной раз любиться и поболее в лошадь она тоже его так сказать очаровательной физиономии не откажется и более того этот союз бывает комфортен для зайца который бесконечно может сомневаться колебаться он так романтичен он так сентиментален почему я говорю что он выгоден для зайца дело в том что колебающийся заяц не может сразу продемонстрировать свои достоинства они у него есть но он как-то себе стесняется зажимается иной раз лошадь в этом плане попроще поярче и по открытии зачастую именно она делает первый шаг на сближение или дает понять даже если лошадь у нас женщина а кролик мужчина она может ему практически в лоб сказать что она к нему неравнодушна и это величайшее спасение а не потеря так сказать авторитета Ирина Мэ не надо этого бояться потому что кролик в этой паре будет сомневаться до второго пришествия он будет гореть от любви но стесняться об этом сказать поэтому вот вам маленькая история лошадь должна быть смелее и почаще подхваливать кролика говорить что его любит и так далее даже если вы уже давно семейная пара кролику это необходимо он должен самоутверждаться в своем и роли в жизни представителя года лошади поэтому здесь слова это не просто бла-бла а очень важный механизм для укрепления этого союза и так на первых парах этот союз имеет невероятные перспективы и чувства невероятной влюбленности которые будут испытывать оба но к сожалению сохранить эти взаимоотношения не позволяет именно тяжелый лошадиный характер о чем я сейчас говорю лошади слишком много для нашего зайца если она не начнет дозировать свою персону если будет постоянно носиться чтобы ей выдавали градусы страсти такие как первоначально в самом расцвете отношений но такого же не бывает чувство любви это химия это группа гормонов которые нас вводят в эйфорию создают состояние влюбленности от решенности от всех дел мы думаем только о любви и прочее но бесконечно наш организм выдерживает гормонами не может потом приходит успокоение а лошади нужно все как в первый раз и чтобы это сохранялось в ровном горении на протяжении всей жизни она начинает делать замечания кролику что он охладел что вообще куда я смотрела это просто никуда не годится где вот этот огонь где это пылание вот и кролик начинает потихонечку уставать от нашей требовательной лошади потом когда лошадь начинает выснять отношения она не особо задумывается над тем что говорит так что ее резкость слова граничит практически с хамством и к сожалению это тоже дополнительно усугубляет не очень-то прекрасное уже взаимоотношение которое мы сейчас рассматриваем плюс бесконечные перепады настроения которые страдают лошадь ну а на же вы поймите правильно тот плачет то смеюсь то заботу то отталкиваю кто это тоже может выдержать в больших количествах сначала кролик со всей своей дипломатичностью примет и орлы который ему нависит лошадь где он всегда виноват из-за все и попытается заискивать перед ней заглаживать конфликты это уже распадающийся союз но еще с попыткой в общем-то как бы его сохранить за счет ресурсов кролика но лошади не вдомек что покладистость кролика это попытка сохранить союз а не его мягкотелось она продолжает демонстрировать все свои качества далее не очень приятные как перепады настроения и злостный язык и так далее и тому подобное кролик понимает что а чего он так сильно начинает заискивать ну совершенно очевидно что это не его партнер если бы лошадь остановилась одумалась стала ровнее мягче нежнее просто жила с тихой спокойной жизнью пожалуй бы этот союз мог бы существовать я бы ему поставила законную четверку крепкую и сказала что живите радуйтесь благословляю вас дети мои но нет лошадь продолжает бузить усугублять усугублять и заяц отказывается улаживать острые углы и считает что ну хватит пожили пора разбегаться но ведь могли бы жить и дополнять друг друга лошадь успокоенная зайцем стала более уравновешенной а заяц приняв динамику которую дает лошадь стал бы более открытым смелым замечательным есть умные люди которые и свой союз сохраняют и делают именно приятным для обоих но если так пустить на самотек разрыв как вы понимаете витает в воздухе и первым остыть к лошади сможет конечно же заяц по его решению и будет развод поэтому то что могло превратиться в крепкую четверку превращается в три с минусом и все это на совести лошади если она вовремя за ум не возьмется надеюсь в преддверии года дракона вы делаете выводы правильно я же говорила что тонкая будет усугубляться вот здесь тонкая прорисована красочная и сочная следующая пара кролик или заяц и коза очень благоприятный союз в моральном плане потому что оба тяготеют к уюту спокойствию это даже не спокойствие а полный покой который даже в некотором смысле потихонечку начинает зарастать пылью и паутиной потому что там слишком спокойно но необыкновенно комфортно для обоих тут самое главное чтобы не забыть нежесть на белых подушках и покрывалах что кому-то еще надо зарабатывать на хлеб насущный потому что сиборитство отстраненность лень какая-то сопутствует этому союзу ну хорошо если денег кроме не клюет и вы живете на проценты продолжайте возлежать но если кому-то надо все-таки ходить на работу процесс затягивается очень сложно перестроиться на рабочий лад что интересно в этой паре наиболее выгодно если заяц будет возглавлять движение он причем не важно женщина это или мужчина в исполнении мужчины кролика он наоборот здесь даже приобретает некоторые функции очень весомого человека в чем вопрос кролик здесь смелый отважный потому что он выступает в роли защитника понимая что коза требует постоянного опекания и в общем-то ответственность его велика он становится мужественным и явно выигрывает в своих качествах природных которые редко вот эти качества мужественность отвага задействуются им в этой паре они расцветают пышным цветом его так сказать вторая половинка из года козы ему кажется настолько требующим защиты что он становится необыкновенно отважным и яростно может броситься на защиту даже на врага который гораздо крепче его если что-то угрожает домочадцам или его второй половинке из года козы поэтому это неплохо и вообще заяц влюблен в козу он ценит не романтичность спокойствие артистичность некоторую правда иной раз устает от ее капризности и слишком завышенных требований которые она иной раз может ему предъявить но как говорится милой все к лицу пусть будет такая какая есть потому что ну как же так я так ее люблю а еще заяц ценит в козе то что она его выводит за рамки обыденности не дает заскучать все время делает жизнь яркой предлагает какие-то варианты и вообще ее присутствие веселит заяц вдохновляет делает его жизнь более романтичной страстной интересной за все это заяц очень благодарен козе и старается не видеть ее недостатков в виде некоторой инфантильности не очень приспособленности к жизни он даже потихонечку ее начинает наставлять на путь истинный делает ее более логичной более приспособленной появляется дополнительная практичность желание наводить уют в доме ну в общем коза в своем характере тоже выигрывает от нашего прозорливого зайца но если мы берем пару например мужчина заяц и женщина коза то конечно все заработки решения серьезных вопросов здесь лягут на плечи прежде всего конечно зайца коза ему будет за это несказанно благодарна могу сказать что коза не беспомощная просто если есть смелый рыцарь который возьмет на себя всю грязную работу мараться в нее нет никакого смысла так размышляет коза но если заяц даст слабину или будет сам беспомощный коза будет вынуждена всему обучиться сама и сделает это тоже безупречно хотя особо счастлива себя от этого чувствовать не будет союз достаточно крепкий бойкий интересный сочный однако он может пошатнуться если в этом союзе закончатся деньги к сожалению когда наступает безденежье полнейшее и выхода из состояния нищеты даже не брещет на горизонте терпеть это молча козе трудно она начнет роптать заяц начнет оправдываться потом нападать и вот из-за этого так сказать провала у них могут начаться исключительные трения вторая причина по которой может дрогнуть этот союз и достаточно серьезно вплоть до развода это не доверить друг другу когда кто-то из партнеров даст повод подумать о том что он неверен и тогда конечно уладить колебания в этом союзе будет практически невозможно потому что каждый считает что единош предавший предатель навсегда и этим самым отравит отношения то есть даже если они посчитают даже если случилось они посчитают что можно написать книгу чистого листа боюсь не получится вот это постоянное опасение а вдруг это повторится испортит их отношения окончательно и бесповоротно и так это была пятерка крепкая которую я бы поставила союзу но из-за вот этих двух моментов которые мы только что обсудили если вдруг кто-то по голове октябрьство их допустит союз плавно получит тогда оценку три с минусом или ноль потому что это будет развод саяц обезьяна тоже союз достаточно интересный и своеобразный сложный союз дорогие мои друзья и все из-за того что обезьяна бывает исключительно свободолюбива она делает вид что она живет счастливо и замечательно потом она начинает потихонечку скучать и требует уважения к своей персоне она устала она хочет отдохнуть она может даже запроситься в одиночку или с подругами поехать отдыхать а не семейным образом и заяц начинает мучиться исключительными подозрениями да он не супер древнив но такое откровенное заявление что я от тебя устала ну так оно выходит по тексту и мне надо от тебя отдохнуть выбить из колеи практически любого заяц начинает при обезьяне хитрить изворачиваться в общем это сложные какие-то несколько попахающие фальши недопониманием отношения которые эти двое умудряются завести хотя первоначально они соединяются по величайшей чувственности и любви но именно из-за странных пожеланий обезьяны которые идут в разрез пониманию семейных взаимоотношений зайцы начинают подозревать ее во всех смертных грехах значит так дорогие мои обезьяны если вам необходим ваш партнер кролик оставьте пожалуйста эти ваши истории по поводу того что вам нужно в одиночестве побыть это укрепляет ваш союз вас неправильно понимают и ни к чему хорошему это не приводит надеюсь вы поняли второй момент обезьяна считает кролика исключительным лопухом нерасторопным неперспективным с которым каши не сваришь потому что самые лучшие крошки со стола уже съедены более бодрыми товарищами а кролик как всегда постал к раздаче слонов не надо его пожалуйста никуда подпихивать это вероятнее из-за того что вам все время чего-то мало вы никогда не бываете довольны тем что имеете кролик не виноват в этом вашем характере поэтому в данном случае он успевает ровно настолько насколько он может и выжать из одной капли две совершенно не стоит этим заниматься ничего у вас не получится поэтому ваше брюзжание что он мог бы заработать 3 миллиона заработал 3 копейки и повторение это бесконечно только усугубляет недопонимание вашего союза если бы обезьяна не брюзжала а просто наслаждалась общением с кроликом могу сказать что это был бы совершенно идеальный союз не только в бытовых вопросах но и в сексуальном том числе так что если здесь происходят какие-то недопонимания то я считаю что за счет человека рожденного года обезьяны ему стоит в принципе проанализировать а нужно ли так себя вести если отношения потреснут начинаете анализировать именно свое поведение прежде чем конечно искать недостатки в кролике но обезьяна часто видит в кролике именно недостатки те которые научились ценить своего партнера и видеть его лучшие стороны те живут счастливо гармонично наслаждаются друг друга и никогда в жизни не скажут что они были несчастливы с кроликом так что мотайте на ус если у вас что-то не ладится видно вы сами там немножко косячите иногда говорят что совместное дело сближает пару однако могу вам сказать что это общее дело и общий бизнес для пара обезьяна кролик это наоборот разрушит взаимоотношения до полного изнеможения дело в том что кролик принципиален любит чтобы все было по закону и не отходило от за рамки закона не на йоту обезьяныш более гибкая в этих вопросах считает что как говорится чуть-чуть обмануть чуть-чуть сдвинуть куда-то в сторону полузаконности это не грех а просто бизнес прием который надо почаще использовать на этой почве у них всегда будут недоразумения которые в пух и перья их потом и разведут поэтому совместный бизнес это как раз не для этой пары в смысле укрепления а скажем все с точностью наоборот еще один момент может поколебать этот союз это злые шутки обезьяны когда она выходит из себя и считает что на кролике надо все так сказать весь свой гнев вылить на него ничего не будет и так далее так что и перепады настроения тоже кролика выводят из себя так что если прекрасный союз который тянет на полнейшую пятерку испорчен до невозможности еще раз напоминаю дорогие обезьяны у вас еще есть шансы улучшить взаимоотношения но есть шансы усугубить поступайте так как считаете нужным в свете того что имеете ввиду если вам этот союз нужен срочно старайтесь его исправить если нет продолжайте в том же духе союз завист петух к сожалению совершенно неподходящий союз ни для любви ни для дружбы ни для бизнеса все чего они коснутся даже если их собрежают невероятные чувства влюбленности влюбленность будет сменяться скандалами которые будут равносильны драками поэтому к сожалению союз на двойку крепкую такую и твердую петух слишком яркий слишком пафосный слишком вертлявый для нашего зайца и он потихонечку начинает уставать поначалу ему даже как бы это комично и даже нравится улжимки нашего петуха но со временем то что нравилось начнет раздражать а потом перерастет полное отчуждение и просто раздражение при виде самого петуха только потому что он сейчас начнет что-то там исполнять а зайцу хочется тишины покоя хочется закрыть двери чтобы петух даже не заходил в это помещение я не считаю нужно что-то добавлять к сожалению это два совершенно предположенных друг другого человека у которых договориться возможности нет петуху искренне недоумевает чем он так бесит зайца но когда чего-то слишком много и ты начинаешь захлебываться ты невольно начинаешь бежать от того места которое для тебя опасно вот так ощущает тебя зайца во взаимоотношениях с петухом который в общем-то ни в чем не виноват но при том при всем вызывает у него оскумину так что к сожалению союз мягко говоря никудышний зайца собака по классической астрологии союз несовместимый но если вдруг случайно сложились обстоятельства которые сблизили этих людей и ничего не мешает для того чтобы чувства развивались он вполне может быть успешным так что здесь все отдано на волю случаю этот случай может быть знакомство когда познакомили родители люди не знали но это такое было семейное решение и капиталы объединяются и денег много в таком случае эти двое ничем не обремененные не имея никаких финансовых проблем вполне могут сосуществовать я еще могу сказать что даже если и в другом случае без денег как ни крути ни взирая на несовместимость этого союза эти двое имеют очень много схожих черт и на этом вполне могут построить гармонические взаимоотношения приверженность дому отчаянные попытки защитить его от любого посягательства от любого стяжательства тяга комфорту тяга к размеренному семейному быту который не угнетает а наоборот добавляет удовольствие эти черты присущи и кролику и держит черты присущи и собаке поэтому именно на этой бытовой почве и на желание сделать свою жизнь прекрасной и дом своей невероятной полной чашей на этом они полностью сходятся и пока они занимаются одним общим делом обустройство собственного быта и ухода за детенышами то в конце концов у них разногласий не возникает если собаке хватит здравого смысла и так-то пожертвовать в некотором смысле своим честолюбием своим волостолюбием и уступить заяцу пальму первенства и прислушаться к нему этот союз еще более становится гармоничным здесь надо каждому из партнеров для того чтобы сделать союз вкусным жертвовать чем-то ради другого человека думать не о себе только персонально а даже если какая-то тема совершенно чужда но вы видите что вашему партнеру на жизнь необходимо вникнуть и пойти ему навстречу это шаги по спасению этого союза так что то что в астрологии считается несовместимым на самом деле умные люди делают очень вкусным и прекрасным во всех отношениях союза но с другой стороны и зайцу не стоит сильно таскать первенство у собаки она ведь тоже решительность мила и в некотором смысле решать те вопросы зайчи как извечная нерасторопность по той причине что слишком много сидел переживал и перебдел здесь будет решаться за счет скорости собаки поэтому в данном случае они друг другу уступают и так на взаимовыгодных уступках и дополнениях друг другу по характеру этот союз может быть вполне счастливым мне бы очень хотелось услышать комментарии на этот счет если такие союзы существуют сложились они не сложились и причины почему так вышло мы все-таки пишем книгу жизни для тех кто идет за нами и будет очень интересоваться комментарии это моя теория но ваша практика и они ценнее даже то что я сейчас говорю следующая пара ну а кстати по пятибалльной системе я четыре с минусом ставлю запросто только на прикирку этому союзу а последний союз у меня остался кролик кабан пожалуй это самый лучший союз из всех вышеперечисленных которые только можно представить эти двое умудряются не видеть недостатков друг друга но совершенно приходить в восторг от достоинств друг друга которых предостаточно поэтому невероятные метаморфозы происходят с каждым в этом союзе он облагораживает делает лучше чище союз достаточно спокойный комфортный уютный этот уютный комфорт очень нравится собственно говоря этим двоим и они наслаждаются вопрос только в том чтобы в этом союзе деньги не заканчивались почему я об этом говорю заяц конечно любит закладывать лишнюю морковку в закрома и в принципе вести семейный бюджет тоже умеет достаточно рачительно умеет как бы его рассчитывать но вот кабан своей расточительностью может любую кубышку развеять пух и перья и собственно говоря иногда в этом союзе именно из-за неумения тратить деньги и бывают трения и шишки все летят на голову кабану который просто помешан на роскошествах без которых как утверждает заяц можно жить и я в принципе с ним солидарна но если откинуть эту историю то в принципе они друг другом живут очень комфортно правда я могу сказать что у кабана иногда возникает блажь побыть в одиночестве поэтому заведомо для этой семейной пары было бы неплохо если бы у кабана была своя отдельная комната ну скажем так красиво кабинет который бы он мог посетить поработать поразмышлять и прочее чтобы туда никто не вламывался из домочадца и вторая половинка в том числе его желание одиночества не потому что он вас не любит или устал просто ему нужно периодически собираться с мыслями и в этот момент даже самый любимый человек может оказаться слишком навязчивый со своими разговорами и прочими вещами так не сосредоточишься но в этом союзе мало что друг друга раздражает и заяц с уважением в принципе принимает ситуацию когда кабан хочет побыть в одиночестве ведь и кабан всегда идет ему навстречу и вообще желание помочь друг другу угодить здесь явление достаточно часто а на таких паритетных основаниях это еще более привлекательный семейный союз да и в деловых вопросах и в любых семейных заяц для кабана является неплохим спутником он будет уравновешивать стремительного кабана который по наивности может наделать всевозможные глупости будет его упреждать от ошибок настраивать против происков людей просто надо чтобы они научились друг другом разговаривать и делиться теми проблемами которые они переживают на работе или так далее и тому подобное так что от их тандема кабан явно выигрывает а жизнь зайца рядом с кабаном спокойная комфортная украшенная роскошистыми по возможности тоже эталон сытости радости и удовольствия самое главное напоминаю чтобы им на все это денег хватало и так это законная пятерка этому союзу а ваши комментарии либо разве пух и перья мои предположения либо помогут помните пожалуйста что все гороскопы подобного толка встекаются в папку гороскопы на 2024 год пока что планирую сделать 6 гороскопов потом будет еще 6 и в результате цикла из 12 но работа достаточно сложная мне тяжеловато все сразу охватить но если понадеялись на то что ваш гороскоп уже готов ищите его в папке гороскопы на 2024 год а с вами была Елена гороскопа